У нас сегодня необычная мероприятия в условиях Харна-Бридсов. Уважаемые городские партнеры присутствуют также. Хотел бы сказать, что с точки зрения жителей Нарвы и Ивангорода очень сложно переоценить значение реки и с точки зрения исторической перспективы, и с точки зрения публики по развитию города. Подметить значимость и важность реализации этих проектов. Для предпринимателей красная возможность реализовать свои бизнес-пределы. Для горожан это новая путь, для того, чтобы нас находиться. Добрый день всем участникам сегодняшнего мероприятия. Позвольте мне от имени Нарвы и Ивангородской стороны поприветствовать всех и поблагодарить за то, что несмотря на такие ограничения, которые существуют в наших городах, в наших странах, тем не менее проект не останавливается ни на день, ни на минуту, продолжает двигаться, развиваться. Мы и сотрудничаем, и учимся друг у друга, мы друг друга помогаем, поддерживаем и развиваем наши города, наши территории, делая их более комфортными, более привлекательными и интересными, как для горожан, так и для гостей нашего города. Безусловно, я хочу выразить славу и благодарность руководству проекта. Объединив усилия, мы сможем с вами реализовать, действительно получить тот максимальный эффект от реализации проекта. Отдельное внимание губернатора Ленинградской области, администрации уделяется развитию малых городов, поселений Ленинградской области. Буквально в сентябре, в рамках исполнения перечня поручений губернатора, создана рабочая группа, и семь городов Ленинградской области, в том числе Ивангород, получат отдельную поддержку. Мы сейчас готовим дорожную карту в рамках развития этих населенных пунктов на ближайшие пять лет. Мы присматривались к вашему опыту, и хотим присмотреться к вашему опыту и посмотреть на эффективные, интересные предложения в рамках наших концептуальных планов, да, лавокопеев, губернатора Ленинградской области. Ваш проект и проекты, которые обычно делают «Нарва», они всегда, по крайней мере, в рамках программы «Эстония-Россия» или «Эстония-Латвия-Россия», как это было, когда их группы теперь делают, несут такую очень важную роль. Можете нам, да, людям, которые занимаются подготовкой программ нового периода, сформировать стратегию новой программы. Я очень надеюсь, что все действия проекта будут реализованы в срок, и действительно результат будет очень и очень хороший. Общая цель проекта, как мы уже несколько раз говорили и напоминаем, трансграничные новичные, и создание условий для развития бизнеса и предпринимательства, расширение трансграничного сотрудничества. 12 октября они получат первое предложение и смогут уже рассказать, как пойдет ситуация на втором берегу. Мы надеемся, что в 2021 году мы уже построим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, предполагалось, что привезти в порядок вот эту улицу этот курсок и год увезти сюда. А здесь еще как-то создаются? У нас со своими... Ума... Вечер... Убок, парус. И отсюда под свет. И все ахмены. Да, да. Да, здесь еще какой-то символ. Заложен ряд, скажем так, точек, которые могут быть изменены без изменения основных конструктивов, в соответствии именно с потребностью, которая формирована у предпринимательского сообщества, социального сообщества, то есть, чтобы там предприниматели могли оказывать услуги, торговлю, чтобы можно было территорию наполнить какими-то событиями, туризмом развивать. И вот эти такие круглые столы, которые мы сегодня проводим, они именно им нужны для того, чтобы не орган власти, не программа, не правительство Ленинградской области, чтобы бизнес, сообщество, они сами определили, что им нужно для того, чтобы они там могли работать. То есть, мы не должны создать территорию ради территории, мы должны создать территорию, которая будет востребована. Не просто создание инфраструктуры, а то, чтобы это все было вот именно во всем городе, то есть, чтобы они были между собой интегрированы, чтобы не было оторвано каких-то наклавок, которые, опять же, как я говорил, потому что территория не должна создаваться ради создания территории. Все мероприятия, которые предусмотрены в рамках реализации проекта, интегрировать в те пространства, которые сегодня создаются и в той программе, которая. На самом деле многие проблемы уже были озвучены, да, и самая такая, естественно, наболевшая наша проблема, это, естественно, программ зона. И поскольку я работаю в музее, да, я могу сказать, что люди там хотят ехать, люди про нас знают. Парков в городе нет, это была одна из основных проблем.